здравствуйте ребята мы начинаем наше очередное занятие в летней академии и я напомню что тема этой неделе это африка африка как вы знаете это удивительный жаркий континент но может быть наиболее удивительным фактом является то что третья часть территории африки занята пустынями вот мы на этой картинке видим какие тут пустыне да вот самая большая пустыня мира более 2 миллионов квадратных километров занимает север африки аравийский полуостров занимает это пустыня сахара вот посмотрите на этой картинке вот таким темно-коричневым цветом отмечена область именно пустынная где практически никакой нет растительности где очень специфический такой животный мир тоже не очень богатый вот эта пустынная область ну а таким вот коричневым цветом светлым бежим таким цветом отмечена полу пустыни там уже может быть такая растительность приспособленная к жизни в жестких условиях ну вот вы видите что на границе пустыни сахара находится еще и полу пустынные зоны которые тоже туда же к сахаре относятся и на юге африканского континента тоже находятся две пустыни уже не такие большие это пустыня калахари которая в основном полу пустынная мы еще посмотрим картиночки и пустыня нами настоящая самая пустыня вот сейчас мы на них поглядим вот у нас пустыня сахара ну вы видите что какая-то бедная растительность какие-то периоды на отдельных участках тут есть вот но здесь как раз песчаная часть хотя в общем-то в сахаре у нас не только песчаные области есть и каменистые области в пустыне сахара а вот пустыня калахари а вот вы видите да почему она полу пустыня потому что здесь и деревца кое-какие имеются конечно растительный мир здесь придут гораздо богаче а вот так выглядит нами нами по та самая сухая территория на земле несмотря на то что она ограничится океаном с атлантическим вот несмотря на то что вода здесь там близко это ничему не помогает осадки тут выпадают вообще крайне редко там близки к нулю за год и вот это самое самое сухое место на земле пустыня нами ну надо сказать что существует у нас не только песчаные пустыни потому что для пустыни характерно но практически отсутствие растительности и такой очень специфический животный мир который приспособлен к обитанию в этих условиях поэтому пустыни бывают еще и других видов вот бывают снежные пустыни мы говорили с вами на прошлой неделе о арктике от арктических зонах антарктики вот там снежные пустыни на картиночке бывают глинистые пустыни на самом деле да не обязательно что грунт при 100 представлен у нас песком вот он может быть представлен глины обычно это высохшие места у каких-то водоемов которых было глинистое дно вот если они высыхают на их месте образуется такая глинистая пустыня и еще два вида пустынь это вот каменистая пустыня как я говорила часть достаточно значительная сахар представлен каменистой пустыни и солончаковая пустыня который образуется там где высохли соленые озера например да вот то там образуется он чековая пустыня где еще труднее и растительному миру и животному потому что такая большая концентрация соли в грунте она конечно не способствует жизни но все-таки когда мы произносим слово пустыня перед нашим мысленным взором скорее предстанет вот такой пейзаж это пески это барханы может быть идущие где-то там верблюды то есть вот такие ассоциации вызывает у нас прежде всего слово пустыня и вот в связи с этим мы сегодня с вами поговорим о том что формирует песчаные пустыни да и не только пустыни на самом деле дома поговорим о песке что это за такой за такое явление природное если можно так выразиться это нельзя назвать веществом потому что песок это смесь различных минералов ну скажем так строительстве он называет материал что это за материал такой песок и откуда он берется в общем то никто не сомневается что песок это измельченные горные породы и для того чтобы их измельчить постепенно из таких огромных каменных глыб превратить в мелкие песчанки требуется много факторов до требуется например солнце которое нагревает эти горы в дневное время а поскольку горы состоят не из одного и того же вещества как я уже вам сказал из разных минералов а то эти минералы они по-разному расширяются от нагревания вообще любое тело у нас при нагревании расширяется но вот это расширение она для разных веществ она разная и поэтому вот когда нагревается камень то его разные участки тоже могут по-разному расширяться а к чему это приводит мы с вами видим когда например мы наливаем кипяток в стеклянную банку вдруг так резко наливаем и вот одна ее часть расширяется сильно а другая еще не успела и от этого банка может треснуть вот точно так же и камни когда они расширяются вот их разные компоненты расширяются по-разному то возникает тоже микротрещинки а дальше уже может вступать в дело и вода которая в эти микротрещинки проникает и допустим при замерзании ледника на их расширяет то что мы с вами знаем что вода расширяет и замерзает и она еще расширяет больше эти трещинки но кроме всего прочего просто текущая падающая вода тоже падая на камень отбивает от него какие-то кусочки частички более или менее мелкие иногда они размером с пылинку иногда они если там уже в камне есть трещинки то в принципе размером с может быть даже большой булыжник ветер конечно же тоже если уже у нас есть трещинки то ветер тоже способствует тому что отщепляются камни и там где есть камни есть какая-то мелкая пыль появляются растения которые тоже ну вот такие какие-то выносливые которые могут быть приспособлены к жизни в таких суровых условиях которым совсем надо немного чтобы зацепиться корешками и этими самыми корешками они тоже расширяют трещинки вот мы с вами прекрасно знаем что у растения такая сила у многих что они даже пробивают асфальт или там малейшая трещинка в бетоне и глядишь оттуда уже полезло какое-нибудь растение поэтому растение тоже вносит свой вклад в разрушение гор а дальше водными потоками речками при таянии ледников ну и просто естественным образом скатыванием каким-то вниз с гор эти кусочки оказываются в реках которые несут их дальше и при том что это все падает измельчается постепенно какие-то крупные куски превращаются в щебень ну вот мы тут видим что но это вообще строительная такая классификация геологическая немножко другая ну так вот это попроще вот примерно кусочки от 5 миллиметров до 15 сантиметров такие вот кусочки с острыми краями это называется щебень а вот песком строители считают такие вот крупинки от 16 сотых миллиметра до 5 миллиметров ну вот в геологии считают до одного миллиметра а то что свыше там это уже такой мелкий гравий но тем не менее вот здесь можно так схематично увидеть как собственно говоря более такие менее крупные камушки превращаются в мелкие камушки которые собственно являются песком а поскольку камушки изначально могут быть как мы говорили совершенно разные и даже в одну и ту же реку камушки можно могут попасть из разных каких-то мест из разных источников по мере того как река течет увлекает их собой измельчает то в итоге получается самые разнообразные смеси разнообразные виды песка и даже иногда очень причудливого вида ну вот здесь мы посмотрим это устье реки волги где она уже впадает у нас в море и вот мы видим сколько песка она принесла с собою вот а вот это у нас дно аральского озера бывшего а вот она песча на это дно сейчас это аральское озеро пересохло когда-то она даже называлась аральское море озеро и по нему ходили корабли и вот вы видите да судьба этих кораблей стоять сейчас такой практически песчаной пустыне и доживать свои дни разрушаться под действием каких-то природных факторов вот пожалуйста откуда взялся песок а вот принесли реки впадавшие туда в это озеро ну разрушение горных пород она и в пустынях продолжается вот мы здесь видим что такие причудливые вещи да как такие каменные грибы откуда они берутся но стояла скала была она целая а сам воздух то вряд ли что-то может сделать но воздух несет с собой тоже песок до тучи песка и вот этот песок ударяясь скалу постепенно откалывает от нее тоже кусочки песчинки чем прибавляет количество песка в пустыне ну и создает вот такие причудливые конструкции а вот если посмотреть то много фотографий можно найти где самые разнообразные вот такие вот выщербленные скалы ну вот по поводу цвета песка какой может быть цвет песка например вот это штат нью-мексико вот там такая пустыня полупустыня с песком практически чисто белого цвета могут быть и гораздо более причудливые вещи например вот на байкале имеется такой пляж где крупиночки песка ну не все а вот часть да такая примесь состоит из минерала альмандина или мы его знаем как гранат и вот эти гранатовые крупиночки гранатовые зерна придают пляжу вот такой вот необыкновенный розовый цвет а это вот на гавайях здесь минерал глауконит и тоже вот этот глауконитовый песок вы видите что он такого зеленого цвета но самое пожалуй причудливая штука находится на маврикии вот такие дюны песчаные разноцветные там находят песок семи разных цветов то есть такое туристическое место люди очень любят туда прийти посетить это место и посмотреть на такие удивительные дюны которые как в каком-то фантастическом фильме раскрашены в разные цвета благодаря наличию различных минералов вот в смеси ну давайте мы с вами посмотрим какой песок есть у нас это конечно не такое большое разнообразие но тем не менее тем не менее здесь у нас песок вот тоже разных цветов и сейчас я буду высыпать и покажу вот такой песок мелкий и такое ведь бежевого цвета более желтый песок следующие он интересен тем что в нем есть примеси слюды вот если вы приглядитесь то увидите что там есть блестящие такие кусочки моих потом увидим под микроскопом это кварцевый речной песок крупный и такого сера серого цвета а вот это песок из сахара вы видите вот он такой вот темный как красноватого больше цвета вообще все красные желтые примеси это благодаря в основном соединением железа которые находятся но вот сейчас посмотрим как же выглядит песок под микроскопом здесь не очень большое увеличение но тем не менее вот первый песок до который такой был светло-бежевый если мы приглядимся то мы увидим что здесь и кусочки кварца такие вот не окрашенные и кусочки покрытые налетом соединений железа или же да или же даже содержащие внутри себя и вот такие вот черные черные такие компоненты тоже они у нас в этом песке есть сейчас посмотрим следующий сок это как раз тот в котором примеси слюды моего сейчас эти примеси увидел я вам покажу их на экране вот они видите да вот такие вот блестящие прямо светлый светлый это тоже в общем-то кварц но пластинками и поэтому он так хорошо как зеркальце отражает свет это же мы здесь видим и примеси таких вот железо содержащих каких-то крупиночек и черные крупинки достаточно сложно здесь навести резкость при съемке еще внешне этого экрана ну вот насколько могу настолько но то есть главное что вы должны тут увидеть что песок от не какая-то однородная структура даже самой мелкой вот этот два первых песка они в общем на ощупь даже так пыль напоминают но он весь вот неоднородный и размер этих крупинок и посмотрите их форма да то есть они такие угловатые это говорит о том что песок этот скорее всего карьерный что он недолго был в реке каких-то залежек даже был спрессованный потом его добывали вот такой вот такой песочкой вот я показываю слюду вот она да вот кусочек слюды достаточно большой такой ну и смотрим на песок который вот серый на вы видите что намного крупнее частицы много кварца здесь за счет чего он вот такой светлого цвета и кусочки эти они видите и гладкие напоминают гальку даже такой морской вот это говорит о том что песок от достаточно долго в реке что-то речной песок но тоже видите на примеси разных конечно к вот этого вот кварца такого чистого больше всего но и примеси и таких ярко желтых каких-то и коричневых и черных камушков серых то есть вот такой вот такое разнообразие здесь то есть то что нам кажется на вид однородным то на самом деле совсем не однородно но и вот песок сахары он у нас покраснее потемнее но мы видим за счет чего во первых тут достаточно много и кварца тоже да вот эти бесцветные кусочки но тут много примеси вот этих черных черного минерала на самом деле в сахаре он скорее всего имеет вулканическое происхождение вот например в египте есть пустыни которые сформированы вообще таким черным песком то есть такие практически черные вот это вот вулканические минералы которые тоже были измельчены оказались пески но и кусочки кварца мы тут тоже вот это песок сахар хорошо ну и посмотрим мы теперь на свойства песка что же умеет у нас делать песок песок напоминает чем-то воду он умеет практически течь да но мы понимаем что если бы мы вот так наливали воду то конечно она бы у нас растеклась в лужу а вот песок образует при насыпании такие конические горки но как впрочем и любой другой сыпучий материал который состоит из каких-то более-менее мелких мелких компонентов вот песок образует такую вот горку то есть вроде бы и похоже на воду а вроде бы и отличие от воды потому что видно что да какие-то следы от насыпания да какие-то углубления могут образовываться то есть вроде бы и нет своей формой до можно насыпать в любую емкости повторить форму этой емкости а вроде бы она и есть это форма вот так такой промежуточное положение вот смотрите что я буду делать я трогаю внизу до внизу трогаю песок осыпаться он начинает прямо сверху видите он прям сверху начинается пытаться как бы я убираю вот это опору нижнее и вот он начинает осыпаться образуют такой вот характерный такой вот видите такой треугольничек. Когда песок осыпается, барханы в пустыне мы тоже можем видеть вот такую структуру. Вот еще, да, вот с другой стороны сейчас тоже посмотрим. Мы тоже просто даже достаточно подвигать немножко и мы увидим, как с самого верху начинает осыпаться песок. Там, где я даже не трогаю. Ну, а если я подвигаю, постучу этот поднос, подносом, то вы видите, что песок тоже растекается в лужу постепенно. То есть опять что-то напоминающее нам воду. Вот еще один опыт, который тоже напоминает то, как ведет себя вода, когда мы в песок бросаем тяжелый металлический шарик и что будет происходить здесь показано в замедленной съемке. Вот падает шарик и посмотрите, как будто бы всплеск воды, да, поднимается вот такое вот. Ну, шарик, конечно, не тонет, а оказывается у нас остается лежать, вот он там, видите его, остается лежать на поверхности, пробив вот такой кратер, чем-то напоминающий лунный кратер, вполне возможно, что они там именно так и образуются. Вот тоже свойства песка, вроде бы напоминающие воду, но, конечно же, и отличающиеся от воды. Ну, вот посмотрим еще один опыт, который будет показывать, что у нас, сейчас я остановлю, прокомментирую, да, что у песка давление внутри песка распределяется немножко не так, как у воды, даже не немножко, а совсем не так, скажем, потому что вот у воды, чем мы больше наливаем воды, чем выше столб жидкости, тем сильнее эта жидкость будет давить на дно. Ну, есть масса опытов, которые это доказывают, а вот как у песка, давайте посмотрим. Для этого мы скатаем трубочку из бумаги, вот, скатываем, ну, при помощи карандаша, чтобы трубочка у нас началась, и таких трубочек у нас будет две сделано для того, чтобы сравнить поведение с песком и поведение без песка. Вот, делаю вторую точно такую же трубочку, вот, и теперь посмотрим, насколько эта трубочка прочна. Смотрите, я беру эту, вот, ну, трубочка и трубочка, да, я беру эту трубочку и что я сейчас буду с ней делать? Я, видите, я ее трубу, она очень легко мнется, очень легко. Ну, это самая обычная такая офисная бумага, я на нее вот ставлю тяжелую банку, банку, которая с песком, она весит, наверное, килограмм. Конец, трубочки, конец. Вы видите, что она вся смялась, а теперь, смотрите, что мы будем делать? Мы возьмем точно такую же трубочку и на время, вернем в нее карандаш. Вот я кладу срезом вниз, вы можете такую же и засыпаю песком. Ну, насыпаю песка достаточно много. Вот сколько у меня там есть, около килограмма песка, я насыпаю на этот, эту трубочку с карандашом. Ну, вот как вы думаете, смялась ли сейчас трубочка? Ну, наверное, нет, потому что карандаш-то ведь жесткий, он мешает трубочке смяться. Но я вытащу карандаш. Вытаскиваю карандаш. Как вы думаете, а сейчас смялась ли трубочка? Ну, кто ее знает, да, непонятно, по идее должна была смяться, но ничего, мы добьем, мы поставим сверху ту же самую банку. Ну, сейчас, конечно, трубочка смялась. Ну, наверное, если бы это было так, я бы вам не показывала этот опыт, но сейчас мы посмотрим. Раскапываем аккуратно, чтобы не повредить трубочку при вытаскивании, чтобы не было ложных результатов опыта. Посмотрите, что у нас с нашей трубочкой совершенно не смялась, абсолютно осталась такая же. То есть, песок, который был насыпан, вот эта вот первая трубочка смятая, и это вот целая, да, песок, который был насыпан на трубочку, не только не испортил ее, а он еще и предохранил ее от повреждения вот этой вот банкой. Как же так происходит? Оказывается, в песке нагрузка, давление распределяется совершенно иначе, чем в жидкостях. Вот вообще в сыпучих материалах распределяется иначе. Вот если посмотреть на одну песчинку, то она давит, конечно, на нижние песчинки, на которых она лежит. А вот дальше каждая песчинка давит на соседние, но как бы вбок. И те давят вбок. И самое большое давление передается вот сюда, на стенки сосуда. На дно давление оказывается совсем небольшое. А вот на стенке давление оказывается очень большое. Более того, тут еще трение, вот эти синие стрелочки вступают в действие, когда у нас песок пытается по стенкам все-таки съехать, а ему стенки не дают. И вот вы знаете, что когда насыпают какие-то сыпучие материалы в какие-то емкости, это важно например для больших емкостей, например элеваторы, где хранят зерно, то стенки этих элеваторов должны быть очень крепкие, потому что сыпучий материал оказывает на стенке вот такое сильное давление из-за такого хитрого перераспределения, как мы вот тут видим. Видите, тут что-то вроде такой арки образуется, арка это вот такая структура согнутая, вот такие арочные структуры образуются в песке, которые как раз и передают давление скорее на стенке, чем на дно, и поэтому наша трубочка и осталась целой, песок ее предохранил. Вот такая вот интересная штука, этот самый песок. Ну вот посмотрим еще один опыт, где тоже будет важно и трение остеи, и вот это вот распределение давления. У меня воронка, в которую я насыпаю песок. Сначала песок ссыпается, потому что там пустое место, но когда уже он новый порций утикается в насыпанный песок, то прекращается это у нас движение песка. А вот теперь приподнимем, чтобы было куда песку стекать, посмотрите, посмотрите внимательно, движутся верхние слои песка, именно верхние слои, вот эти вот, вот они, вот те, которые рядом с нашим отверстием. Не нижние, как казалось бы, нормально было бы, а именно верхние слои. Вот, причем вот слои находящиеся у стенок, они гораздо позже захватывают с этим движением, потому что они держатся силой трения. Почему движутся верхние, а не нижние слои прежде всего? Да потому что нижние слои, они как раз вот этими арочными структурами держатся, а верхние нет, верхние особо там им не за что держаться, и вот мы получаем такую вот историю, что у нас именно так будет ссыпаться песок, да, смотрите, как движется, да, вот с краев прямо. Вот, ну, казалось бы, мы это можем наблюдать, но даже не задуматься, а почему это именно так происходит? За счет этого, кстати говоря, вот так происходит в песочных часах, за счет этого у нас из песочных часов очень равномерно высыпается. ну, и вот сейчас мы посмотрим еще разочек на этот опыт, вот, смотрите, да, причем именно посередине образуется эта дырочка примерно над отверстием воронки, вот, как, как будто мы залезли внутрь песочных часов, да, с вами. Вот, и из-за этого у нас песочные часы достаточно равномерно работают, потому что вот если часы водяные, и мы бы нанесли на них шкалу, то мы бы увидели, что чем меньше столб воды по мере вытекания жидкости, тем медленнее будет вытекать она, а здесь нет, здесь вот за счет взаимодействия частиц песка песок стекает более-менее равномерно, вот его и похожесть на воду, да, можно через воронку его пропустить, и снова отличие от воды, ну, а вот это печально известные зыбучие пески, вот вы видите, люди стоят рядом нормально, а машину почти целиком, достаточно глубоко засосало в песок, что же такое зыбучие пески, ну, вот смотрите, какая получается штука, все в детстве лепили куличики, и знают, что из сухого песка куличик не слепишь, что для того, чтобы слепить куличик, песок должен быть влажный, не мокрый, прям мокрый, да, такой вот, с большим количеством воды, потому что все будет расплываться, да, а именно влажный, но вот если воды много, да, вот этот расплывающийся песок, это и есть фактически у нас модель зыбучих песков, потому что один из вариантов образования зыбучих песков, когда каким-то образом снизу подошла вода, там, возможно, подземные воды, они поднимаются в этом месте на поверхность и образуют такие лужи этих самых зыбучих песков, то есть песков, которых частички друг с другом не взаимодействуют хорошо, да, когда они относительно друг друга могут легко двигаться, и если вот такой, на такой песок наступить, хотя с виду он может касаться достаточно таким обыкновенным, ну, может быть просто чуть более мокрым песком, чем весь окружающий такой же мокрый песок, то можно вот оказаться в такой неприятной ситуации. На самом деле довольно редко бывает, что в зыбучие пески даже человек ушел там с головой, как правило, это не очень глубокие такие места, вот вы видите, да, что машину тоже засосал не всю, целиком, вот, но неприятность состоит в том, что из зыбучих песков достаточно трудно выбраться. Когда человек пытается вытащить ногу, то под ногой образуется область разрежения, разреженного давления и атмосферное давление как бы задавливает обратно этот песок и не дает вытащить ногу. Но вообще считается, что нужно не нервничать, нужно спокойно постараться лечь в этой ситуации на спину и очень медленными, очень такими маленькими дозированными движениями попытаться ногу вытащить. Потому что если там в нем барахтаться, то можно даже еще сильнее увязнуть. Как еще образуются зыбучие пески? Зыбучий песок может образовываться, если даже там не вода, а выход какого-то газа. И газ тоже создает взвешенную структуру песка. И тоже могут образоваться такие места, где частички прослоены каким-то газом и не взаимодействуют между собой. тоже может образоваться такое место зыбучее. Даже говорят, что после землетрясений песчаные грунты могут стать зыбучими, потому что от тряски они как раз тоже частички песка перестают быть сцеплены, на некоторое время делаются вот такими подвижными. Мы сейчас с вами проведем опыт, который чем-то будет напоминать зыбучий песок. Он конечно не совсем такой, но смотрим как песок тоже способен засасывать предмет просто своим движением. Именно за счет того, что с поверхности прежде всего уходят птички. Будем сейчас наблюдать эту картину. Также мы воронку насыпали и ставим сюда такой предмет. Это у меня гирька, которая мне заменяет шарик. Вот видите, песок двигается и постепенно за счет того, что верхние именно слои до конца упустим туда. Видите, она дошла до места выхода из воронки и с собой ее закупорила. То есть вот эти верхние слои песка, на которых она стоит, они обсыпаются и как бы увлекают собою эту гирьку. Ну и сейчас мы еще сделаем с вами один опыт. Это будет у нас опыт с феном. Ну на самом деле такой опыт конечно дома лучше не делать, его лучше делать на улице, потому что ну в общем-то полевые частицы да и вообще частицы песка под действием даже достаточно слабой струи фена они будут лететь достаточно далеко, но в лабораторных условиях вот я его делаю. Ну вот я звук уберу, чтобы он нам не мешал и мы смотрим да вот я показываю, что ветер может очень легко передвигать песок. Здесь формируется что-то вроде бархана, да, вот посмотрите такая вот структура, но на самом деле у нас такой бархан наоборот, потому что вообще в пустынях пологая часть такая, которая спускается плавно, часть бархана, она как раз с той стороны, с которой дует ветер, а вот крутая часть она получается за счет того, что у нас песок обсыпается, вот, вот эта вот часть она получается за счет того, что песок обсыпается, но у нас все-таки, да, вот видите, я вам показала, как песок обсыпается, вот, но у нас здесь не настоящий бархан, ну, посмотрели, как движется ветер, движется песок ветром, но вот сейчас я изобразила здесь растение, вот допустим, какое-то растение оказалось чудом там в песке, уцепилось корешками, И вот подул ветер, бархан перемещается, и сейчас посмотрим, что произойдет с нашим растением. Пока оно еще держится, но постепенно, постепенно ветер его все-таки добьет. Вот, видите, да, перемещается песок, как, собственно говоря, это в пустынях и происходит, поэтому зацепиться там к какому-либо растению очень трудно, если у него корешки небольшие от природы, то, видите, я до самого края, и вот, да, растение потеряло свою устойчивость, и в итоге оно, конечно, погибло. Вот, поэтому в пустынях, конечно, могут выжить только те растения, у которых длинные корни, которыми они способны туда вот под песок уйти, в те слои, где, может быть, есть какая-то там часть воды, да и вообще держаться хотя бы за грунт какой-то более прочный, который находится под песком. Теперь я покажу вам еще один опыт. Смотрите, у меня вот такой цилиндрический сосуд, я тоже самую гирьку, но гирька заменит шарик, делаю этот шарик. Вы видите, что из пустыней банки я, конечно же, легко высыпаю эту гирьку, вот, а теперь я засыплю ее песком, она у меня окажется на дне под достаточно высоким песчаным слоем. Смогу ли я достать эту гирьку, не высыпав песком? Ну, вы скажете, что, конечно же, нет. Но я сейчас вам докажу обратно. Вот она лежит, видите, на самом дне ничего там с ним не произошло, нигде она у нас не всплыла. И вот сейчас я эту гирьку буду доставать, не высыпая песок. Я начинаю встряхивать баночку. Так вот, такие движения вниз. Гирьки наши пока не видно. И вот услышали мы стук о крышку, и это уже не песок. Где же гирька? Немножечко поковыряемся и увидим, что она оказалась на поверхности песка. Вот такой хитрый опыт. Таким же образом, кстати, эту самую гирьку можно загнать обратно на дно. Вот я ее кладу сверху. Для этого мне надо всего лишь перевернуть, то есть поменять местами верх и низ. И постепенно, постепенно мы видим, что гирька у нас опять появляется на поверхности. Причем довольно быстро. Этот опыт показывает, ну, фактически демонстрирует инерцию. То есть желание гирьки сохранить свое положение в пространстве. Я передвигаю банку. Гирька не хочет остаться на месте. Поскольку банку я передвигаю в основном вниз, то гирька, желая остаться на месте, двигается в песке вверх. Тут же свободное место занимают песченки, которые тоже, конечно, двигаются вверх вместе с гирькой, но из-за того, что у них масса-то маленькая, они двигаются совершенно на меньшее расстояние. Вот. И постепенно, опираясь вот на этот подсыпающийся песочек, гирька оказывается наверху. Ну, и интересные всякие штуки еще про песок я вам расскажу на прощание. Что песок еще в некоторых случаях имеет голос. И мы сейчас послушаем голос песка. Это, по-моему, какой-то малазийский пляж, если я не ошибаюсь. А, возможно, еще в Прибалтике тоже есть пляж, который вот таким же свойством обладает. Вот это чашку. Плает песок. На самом деле, неизвестно до сих пор доподлинно, почему же некоторые пески себя так ведут. Ну, связывают это с формой песчинок, но вот доподлинно, как там, что получается, не совсем понятно. Причем звуки эти могут быть совершенно разные. Вот это вот тоже есть такой поющий бархан где-то вот в пустыне азиатской. Вот, послушаем, что, как здесь какой звук. Как здесь будет пчел, 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 пчелины улей. Вот, остановились. Звук прекратился. Пошли опять. И вот опять такой звук. Вот в африканских пустынях такие звуки часто пугали и пугают, наверное, местное население, потому что иногда такой гул может достигать по громкости даже вот как гул от самолета. Местное население считает, что это гневаются духи. Вот, и так вот себя громко ведут. О песке можно на самом деле много еще удивительных вещей рассказать. Песок используют у нас, вы знаете, в искусстве, делают из него вот такие, например, скульптуры или даже гораздо более замысловатые. Есть музеи песка по всему миру. Даже у нас в стране есть музей песка. Но это уже, наверное, тема какого-нибудь другого рассказа. Вот, а сегодня мы с вами заканчиваем наше занятие. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok